МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С 2020 года в России на федеральном уровне будет введена мера соцподдержки таких людей. Сейчас дотации бедным выплачивают регионы. Росконтроль проверил квас. Сотрудники Центра Всероссийского союза потребителей исследовали образцы 7 торговых марок. Русский дар, Лицкий, Очаковский, Никола, Вятский квас, Суздальские напитки и букет Чувашии. Самые высокие баллы за вкусовые качества получили бренды Очаковский, Русский дар и Никола. Чуть меньше баллов Лицкий, Вятский квас и Суздальские напитки. Что касается требований безопасности, во всех образцах отсутствовала информация о содержании консерванта диоксида серы. По словам экспертов, эта добавка может вызвать у некоторых проявление непереносимости, поэтому ее указание в маркировке обязательно. Как указано на сайте Росконтроля, за данное нарушение весь квас попадает в список товаров с замечаниями. Ресторан «Живаго» в Перми превратится в торговый центр. Как сообщает РБК Пермь, новый владелец трехэтажного здания по адресу Ленина, 37, решил его перепрофилировать. На каждом из этажей бывшего заведения общепита появятся торговые галереи. Как рассказали журналистам собственники, внутри объект будет похож на торговый центр «Аламаз». Первые два этажа начнут функционировать этим летом. Ранее РБК Пермь сообщал, что здание планировало арендовать сеть магазинов «Магнит», но сделка не состоялась. Напомню, ресторан «Живаго» и находящийся в этом же здании кафе «Пастернак» прекратили работу в начале 2017 года. На съемки фильма «Сердце Пармы» не хватает 50 миллионов. Краевые власти ищут дополнительное финансирование для картины по одноименному роману Алексея Иванова. По данным издания «Коммерсант Прикамья» фонд кино выделил на проект меньше средств, чем рассчитывали авторы. Сейчас переговоры о спонсорстве ведутся с крупными предприятиями Пермского края. В обмен на финансирование компаниям предлагается пакет рекламных услуг. Напомню, съемки киноленты должны были начаться этой осенью. В районе Губахи были построены декорации, однако в конце мая за сильного ветра часть из них обрушилась. Выступление Владимира Преснякова на дне города подорожало на полмиллиона рублей. Пермское агентство социокультурных проектов разместило еще две закупки по организации визита Преснякова-младшего на 250 тысяч и 268 тысяч рублей соответственно. Таким образом, визит певца обойдется бюджету Перми уже в 2 миллиона 100 тысяч рублей вместо 1 миллиона 600 тысяч, заявленных ранее. Это стоимость часового выступления 12 июня плюс райдер-музыканта. Перелет бизнес-классом, автомобиль представительского класса для передвижения по городу номер люкс в гостинице не менее 4 звезд, круглосуточная охрана. Курсы валют на 11 июня. Доллар 64 рубля 79 копеек, евро 73 рубля 21 копейка. Спонсоры рубрики компания Форвард Авто. Успевайте купить автомобиль Лада по госпрограмме на Решетникова 5. Успевай Форвард Авто за новой Ладой по госпрограммам. Мы дорого выкупим ваш автомобиль. А если вам предложат больше, компенсируем разницу и доплатим 30 тысяч рублей. На этом у меня все. Удачи в делах. Редактор субтитров А.Семкин